Азбестовский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области информирует. Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население городского округа и персонал в 2021 году не отмечено. Исследования почвы на радионуклиды по данным результатов за 2018, 2019, 2020 годы превышений не было. В 2021 году исследования почвы не проводились. Исследования воды по содержанию радона-222 на протяжении ряда лет были обнаружены в пробах базы отдыха петушки и на базе отдыха разлив. В 2021 году данные исследования не проводились. Но проводились исследования по показателю удельной суммарной альфа- и бета-активности. Результаты не превышают гигиенических нормативов. Исследования пищевых продуктов и пищевого сырья на содержание радионуклеидов не выявили превышения предельно допустимых концентраций. Среднее значение радиационного фона местности по данным ежедневной съемки гаммафона по улице Лодыжинского не изменилось и составляет от 6,5 до 7,5 микроретген-час, что не превышает среднемноголетний уровень. Средний уровень гамма-излучения в помещениях жилых домов составил до 3,7 микроретген-час, по санитарным нормам допускается до 40 микроретген-час. Средний уровень содержания радонов в воздухе помещений жилых домов составил 45 беккерелей, по санитарным нормам допускается до 200 беккерелей на 1 кубический метр. Радиационная обстановка на территории Азбестовского городского округа по результатам радиологических исследований стабильна. Радиационные аварии и техногенные изменения радиационного фона не зафиксированы. Радиационная обстановка на территории Азбестовского района